Не промакиваем, только берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла бельница, сделала сметанный замес. Причем сметану жидкую. Вот эту жидкую сметану нашвырять на холл. Кроме того, белизна неба, небо здесь создает всему вот это молочное состояние. Поэтому вот с этого мы и начнем. Белизна неба несколько разами. Добавишь розовинку и вместе с ней все полностью добавляем жидкость. Слякотью этой сметаны белил наполнишь. Наполнишь, наполнишь, наполнишь. Полностью, полностью. Я фрагментально, ты на весь холст. Потом возьмешь тряпку, сделаешь из нее рабочий инструмент, фирушку. Все правильно. Распределишь, не вытришь, но распределишь эту красочку, которую ты положил. Распределишь. Она вот мягко, хорошо распределится. Потом будешь брать цветнотики. Это и сиреневые вдали, то есть голубой и розовый. И набирать вот эти массы темных пятен. Тоновые пятна этих деревьев. Сначала может быть сиреневым. Весь рисунок обозначишь. Весь рисунок обозначишь. Потом плюс зеленый, голубой и желтый. Тоже начнешь набирать на сиреневый. Потому что здесь главнокомандующий вот этот цвет. Розоватый, разбил. А уже все остальное дополнить. Обычно небо является этим главнокомандующим. У тебя очень похожая ситуация. Ресурс. Как будто ресурс только сиреневых средников. Это будет хороший вход. Потому что когда в подкладке все будет сиреневизна, она и прозвучит. Вот это молоко погоды, оно и прозвучит. Поэтому пусть будет. Я сейчас просто покажу на каком-то маленьком примерчике, как сиреневый будет помидивать из-под зеленого. И как это будет вкусненько. Вот допустим, чуть-чуть я в сиреневизну закладываю зеленцу. Ну это ж богатейший цвет. А все же, если мы просто выкрасим зеленым, будет вкусненько, а так богатейший. И еще и по-легкому. Ну, теперь ты вернешь тряпку, сделаешь... Еще одну записать. Ну, немножко в цвете не попало. Не попало, синемат. Угу. Так. Красочки нормальное количество. Значит, мастихин умеет вот так разрабатывать поверхность. Он дает как бы ряд множества листьев. Взяла, допустим, сиреневый. Это голубой, розовый. И прямо вот таким штрихованием плашмя мастихина на швыряешь некоторые темноты. Некоторые темноты. Ты видишь, я сбрасываю иногда краску, которая на края набежала. Вот оно. То есть это не какой-то технический трюк, это просто сбрасывание. Вот оно, наша темнятина. Плюс коричневятина. Плюс висячая идея висячего отражения. То есть сначала ты расштриховала, потом пальцем создала вот это настроение отраженности. Сверху на это беленьца, желтеньца, голубеньца, то есть зеленца. Вот оно, вот оно. Тоже пока штриховательное. Оно немножко будет в одно в другое вмешиваться. Смотри, уже какое-то содержание такое сложноватое происходит. Сначала вот так мутно мастихина. И разбелый чуть-чуть. Вот эти разбелики. Вот они. Вот они. Сначала именно штриховать. Хорошо, прямо ощупай штрих. То же самое здесь. Сиреневилку загонишь. Расштрихуешь. Потому что там сиреневый. В большей степени. Вот он. Вот такой. Вот такой розочку. Тряпки. Будем брать красочку. И вот такими маканиями Посмотри, как рождается вот это не только дерево. Это множество. Это вкусненькость. Ты посмотри. Ну немножечко не только макаем, но и мазочечек. Вот это рябушка. Рябушка сформируется. То же самое и там эта рябушка сформируется. Вот они травочки. Давай так. Вот это лежачие. Не шпатлюем, а расштриховываем. Очень важный момент. Мы сразу начинаем шпатлевать. Это рефлекс у всех. У всех одинаковый рефлекс. Сразу шпатлевать. Штриховать. Вот это направление. Правда? Ну так чего вдруг оно полегло? Нет. Ты пошла укладывать краску по вот этой траектории. А там траектория вот она. С уклоном. Но не с таким. Но не с таким. А вот по косой. Вот так. Не параллельно краю, но и не параллельно неру. То есть маленький нюанс, но меняющийся. Берила себя. Хоть иногда выдавливайте. Нет, ни на одной палитре, ни на другой. Да вот же. А. Берила себе поднадавить. Значит, травочку можно вот таким чвяком ну лучше чтобы она на твоей палитре была. Как бы разбегать туда. Вот таким чвяком можно создать прямо вот чвяк чуть-чуть протянутый вниз. Создать идею множества этой травы. Хорошо? Здесь у нас идея ржавенькой такой проседи без травной. тоже намутить 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 рыжий. Вообще желтый не любит быть без подкладки розового. Прямо постараемся запомнить эту странность, что когда есть розовизна, тогда и желтый неплохо сидит. Ты согласна? Я когда один то то есть нет никогда чистым желтым не лезем. Он сразу зеленее, становится противного цвета и такого очень уж не бывательского этого дилетантского цвета. Значит с розовиночкой. здесь тоже может быть немножечко то ли листву то ли проседи может быть тоже помочь тряпкой вот это вот создать вихреватое. потом к этому прибавить небольшое число листиков. Вот таких запятых попадавших листьев, которые будут уложены запятыми. Не в шахматном конечно порядке, а как можно разбросанней стайками вот деревца прежде чем правильно это сделала только забор выстроила. Там нет такого. Там есть несколько сгусток сгусток деревцев и эпизодичные несколько и все. забора который ты там нарисовала нет. Согласны со мной, да? То есть ты нарисовала почти с одинаковым шагом забор. Там сгустками. Здесь сгусток здесь и здесь несколько. Похожим образом стволик березочки можно даже несколько веточек увидеть вот этих. Тоже сначала прочертить а потом уже темным снабдить. Хорошо? Так. Вот эти гиганты посадить с изломом их и потом уложим темнятинку. Прямо вот в это пространство начнем укладывать эти мощно-темно как там есть причем от деревьев падают тени. Часто неопытный художник не рисует упавшую тень и она у него не приземлился. Сразу приземлилась. То есть используем и эту историку. То же самое уложишь. Тоненькие вдали будут бледнеет поэтому ты чуть-чуть подпустишь разбеленности и ребром кисти вот эту тонкость насадишь. Если нужно совсем тонко возьмешь что-нибудь еще тоньше вытришь возьмешь малую меру красочки положишь на холстик и обязательно вытягиванием вытягиванием ладненько уложишь облачки у нас там чуть-чуть припачкалась значит затрешь тряпочкой чуть-чуть затрешь эти места где припачкалась возьмешь мастихинчик возьмешь белильца сделаешь вот такую забавную историку облака которые вот там из этого туманчика встают над всей этой вот они вот они дракончик укладываешь вот такой дракончик укладываешь вытираешь сразу и раздавливаешь вытираешь раздавливаешь появится вставшие оттуда облака если что линию вернее низ чуть-чуть размутнишь хорошо низ облаков мутин верхушки выражены прикольно вода вот здесь сработаешь по такой технологии чтобы это было не сухомятка да вытираешь палец периодически и создашь пидейку вписанного вкусно да здесь никакого косого а только внятно вертикальное внятно вертикальное ну и рыжего накидаешь рыжего не хватает край там очень ровен красиво когда край уползающей змейки ступенчатый это будет более художественно итак когда ты сделаешь вот это когда ты делаешь это краю очертания края у тебя должны стать змейкой ты для этого будешь делать и чирки на воде а у береговой часто чирки более выразительны потому что касаются тверди вот такими чирками уходящими вдаль обозначишь которые будут ступеньками и плюс вот эта темненькая очерченность снизу напачкаешь ее тоже идеей ступенек а не ровной ровного ухода ну а потом доберемся уже до этих мест и так далее вот здесь светлиночку насадишь такую седенькую седенькую в смысле голубоватенько сизоватую кроме чернявости еще и краснявости на воде слишком вот такой характер червячков кроме того мы с тобой хотели побороться с этой сухостью смотри именно по краю идешь и борешься именно по краю тогда у тебя произойдет мутную краску надеюсь ты выдавишь и ты хотела сюда розового немножко подложила но можно еще смотри обязательно по краю дополнительная и максимально ровно 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 не одинаковые звуки один допустим длинный очень длинный длинный ряк на воде другой допустим два коротких третий какой-то средний четвертый может быть активный допустим четвертый активный допустим все немножко темненькость немножко насадить темненькость и красненькость и заодно объединенность воды и под водой это вкусно то есть я посадил средний между ними цвет и тональность средний и потом все что в воде обмутил а наверху осталась рябушка осуществить тут ничего не надо ну тоже темность и маканием совершишь да тут потому что листья пали ой ой какие лепесточки очень вкусно всегда да когда вдали входит идея вот такого сейчас грязным грязным пальцем влез идея света прямо входит туда коридор коридорчиком коридорчиком ага вот сразу видно что это туда далеко далеко если делаем что-то подобное пусть и усиливаем то усиливаем это впечатление на садись с этой стороны чтобы ты видишь там свет отсвечивает маханьку можно горочку маханьку и маханьку и малоразличимую проволочку пустяк а есть некоторая прописанность полюбленность у этого и сразу как-то особенное отношение к нему лёгкий намёк на отражение на меч то есть ты видишь я не рисовал его я его припачкал лёгкий намёк на звучание воды лежачей плоскости нарочито лежачей звучание это и листва там собралась в стайке вот она листва собралась в стайке а Переборщим, е-мое. Вот так, а так нормалек. Вот это рыженькое пятно. Можно положить и оставить только тихий след. На ютубе полно, нет, полно полных видео уроков. Все, все видео уроки полные есть сейчас на ютубе. Надо просто поискать. Ну надо поискать полные, потому что есть полные и все в порядке там. Чуть-чуть лежачие мазочки вдали, поскольку плоскость лежит. Лежачие вдали, рыхлые и лежачие. Чуть-чуть пониже на переднем плане. Так, бирюзовый съелся, да? Чуть-чуть они же на переднем плане с легким торчанием в высоту. Вот так вот, вот так. Торчащий характер травы, вот он от этого выражается. Правда? И прям, поскольку было мокро и понаросла травочка чуть-чуть. Легкая такая вот свесь. Где-то опять чередуем лежачечку, лежачечку. И где-то опять легкую торчачечку. И все вместе сработали. Что-то там. За счет фактуры, да? Смотри, здесь сработали исключительно за счет фактуры. Однако вон сколько появилось рисунка в картине. То есть ощущение, что прямо так выписано. То есть там мы с тобой укладывали тряпкой в начале. Теперь можно подсунуть и кистевые укладочки. То есть не обязательно только тряпкой или только кистью. Ну, мы попробовали и тот, и другой вариант. Нежненько, культурненько. Немножечко и здесь. Легенькую такую. Вот такую дымочку освещенных крон. Тоже не так нарочито, как на переднем плане. Более мутно, более растворительно. И тоже дополнится содержанием. А вот это вот, ты вот хотела фигурку. Ты понимаешь, вот это ничего, вот эта муха присела на холст. Дала сколько звучания. Как красиво я нарисовала. Так, идем. Я знаю, давай.